Субтитры делал DimaTorzok Святой Субтитры делал DimaTorzok Это было словно сон. Я восхвалял Господа, и вдруг вспышка света, и это было как будто Господь обратился ко мне и сказал, «Ты странствовал 25 лет в чужих краях, а теперь, Махан, возвращайся в свою страну, тебе нужно вернуться к своим истокам, и помни, что твоя жажда может быть удовлетворена только среди твоих соотечественников». Это был вовсе не сон, а твое сознание, которое без сомнения открывает тебе твое будущее. Но сперва встретиться с людьми, которые ждут снаружи, которые приехали со всего света на 25-ю годовщину этого уединенного пребывания. Они собрались здесь, чтобы получить благословение этого святого. Простите меня, не знаю, как я мог забыть такую дату. Ты не забыла, просто погрузился в свои мечты. Сегодня у тебя еще день рождения. Ах да, совсем забыл. Но день рождения такой же день, как и все остальные. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, дорогой Мохан! С днем рождения тебя! Спасибо вам. Спасибо огромное. Спасибо. Всю неделю, пока вы здесь, утренние чтения буду проводить я. А вечерние песнопения будут исполняться моим последователем Моханом. Харим Мохан? С днем рождения тебя! Ты один? Я думала... Я в уединении, но не один. Вокруг меня целый Нью-Йорк. Целая вселенная, и он со мной. Я тоже с тобой. Как тебя зовут? Джейн. Хинди, легкий язык. Может, мне говорить на санскрите? Санскрит? А ты знаешь, что означает? Я твой возлюбленный. Ты сплошная загадка. Отгадаешь ее? Я искала и нашла тебя. Найди себя, и все станет ясно. Я буду видеться с тобой. Каждый день. Во время песнопения. В ролях Митхун Чакраборти, Падмени Калхапури, Рати Агнихотри, На средин шар. Шакчи Капу, Калхушан Карбан, да? Геет. Калхушан Карбан, да? 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 В фильме также снимались. Хангал, Урмилабхат, Монопеху. Хангал, Урмилабхат, Монопеху. Хангал, Урмилабхат, Монопеху. Хангал, Урмилабхат, Монопеху. Хангал, Урмилабхат, Матхуп Шарма, Брем Сагар, Павиндер, Бушан Тивани и другие. Хангал, Урмилабхат, Монопеху. Художественный директор Десант. Монтаж Бабуша. Звукооператор Арун Шарма. Перезапись Монгеш Десант. Хореография Виджай Оскар. Запись песенка Уши. Навранг Сайник Сентр ПВТ Либли. Специальные эффекты Раука Эффектс Сервис. История Сарамнат Харангуль. Сценарий Деф-А. Сургий Санин. Текст песен Аджан. Музыка Бур. Режиссер Деф-А. Я снова здесь. Что это за книга? Объединение Гиды и Библия. Здоровое чтение. И я храню здесь вот это. Я хочу встретиться с тобой. Но ты видишь меня каждый день? Нет, не так. Тогда в обители. Когда только пожелаешь. Нет, у меня дома. Наедине. Но там мы тоже будем наедине. Скажи. Нет. Сделать так, как хочу я. Пусть твое сердце пребывает в мире. Ты даришь счастье всему миру? Я стараюсь. Разве ты не можешь дать немного и мне? Будь счастлива. Ты боишься остаться со мной наедине? Я никогда не чувствовал страх. А чего мне бояться сейчас? Да и кого? Тогда приходи. Ты можешь потягаться с любым танцором из Индии. Нет, нет, нет. Присаживайся. Нет места последователя у самых ног. Лимонад? А что будет пить Джейн? Лимонад? Ликер и сигареты я забросила с того момента, как повстречала тебя. Почему ты так ко мне относишься? Как ты обо мне думаешь? Как о Боге или муже? Что за ерунда? Говорить такое обо мне – настоящий грех. Слова о Господе не могут быть греховными. Тебе стоит прекратить. Я и моя мама приехали из Решикеша. Мама! 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 Не плачь, дитя моё. Всё, что случилось, уготовано тебе судьбой. Тело и душа твоей мамы погрузятся в воды Ганги для спасения. Посмотри. О ком ты плачешь? О маме, чьи обиды ушли прочь? Они растворились в священных волнах Ганги. И ты должна быть счастлива, что только благодаря тебе она здесь. Ты должна понять, чей конец стал началом. Пойдём со мной. Посмотри. Тебя зовут Джейн. Ты родилась в Паталдеш. Всё написано здесь. Всё написано здесь. Всё это написано здесь, Джейн. Нам сообщили, что ты знаешь этот язык. Да, я прошла курс санскрита в Ассу. Затем я училась в университете Бомбея. Мой дядя – американский посол в Дели. Именно поэтому ты здесь. Читай. Что это за книга? Хригу Шастра. Святой Хригу написал о судьбах человеческих. Здесь написано, что дочь состоятельного предпринимателя приедет из-за границы. Имя отца начинается на Ка. Да, имя моего отца Купер. В Детройте у него была автокомпания. Твоя мама была связана с Гангой. Именно поэтому она умерла. Здесь написано, что твоё последнее рождение было здесь, в этой стране. Тебя звали Джанаки. Джанаки? Ты была замужем за принцем, который умер в ночь медового месяца, который оставил тебя в унынии и печали. Здесь написано, что Джанки переродилась в Джейн из Америки. И её несбывшееся желание поможет осуществить святой из Индии, в её родной стране. Имя этого святого, воплотив в себе имя самого Господа, оно будет начинаться на М. Мохан, и он передо мной. Ты так быстро поверила предсказаниям Хригу. А как ты поверил Господу? В этом мире так много людей с именем Мохан. Откуда ты узнала, что я именно тот святой Мохан? Иисус и Ом. Я видела их обоих. И они оба сказали мне, что святой Мохан, мой принц, возьми его руку и растворись в нём. Это наш приказ. Поиски твоей души закончены. Отдай ей свою любовь. Святой. Джейн, свою любовь и дарю всем. Она одинаковая для всех. И ты одна среди множества других. Прими мои благословения. Позволь мне остаться с тобой. Я буду молиться за тебя, Джейн. Не, Джейн. Джанки. Прекрати эту ерунду. Я ждала годы. Господь также хочет этого. Он хочет, чтобы я осталась с тобой. Мы должны прекратить это. Я долго пробирался из тьмы к свету. Так не возвращай меня снова во тьму. Не дай мне упасть. Мы поднимемся, если будем вместе. По благословению Божьему. Выполняя его желания. Сокрыто. Джейн, нет. Джейн, нет. 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 И я хранила себя нетронутой. Я ждала тебя. Только для тебя. Боже, бравый. Джейн. Джанки. Джейн. Сокрыто. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Говорите. Ваш отец умер. Что? У него случился сердечный приступ. О, нет. Нужно, чтобы вы срочно приехали. Девушки отдыхают. Если она сделала это только ради своей похоти, тогда вычеркни ее из своего сердца, и это будет твоей религией. И Господь даст тебе время для раскаяния. Иди и упаковывай свои вещи. Ты забыл, что сегодня вечером мы начинаем наше путешествие? Сначала шесть месяцев в Лондоне, затем шесть месяцев в Европе, а потом мы вернемся в свою обитель в Мумбаи. Внимание, пожалуйста. Пристегните ваши ревни. Через несколько минут наш самолет приземлится в Бомбее. Двадцать пять лет назад... Той ночью дождь лил так же неустанно. Той ночью я умирал от голода, жажды. Я сотрясался от холода. Той ночью я умирал от голода, жажды. Нет! Идем. Вкусно? Наелся? Спасибо. Ну что, пойдем? Я украл двадцать рупий. Только двадцать рупий? Мне удалось умыкнуть банкноту в сто рупий. Только сто. У меня двести рупий. И это... За мной гнались полицейские. Я убежал. Я украла этот сверток. Здесь трясали. А что у тебя? Я просто удивился. Меня кашель, поэтому я никуда не выходил. Не превращай это в привычку. Ладно, оставь это. И познакомься со своими новыми друзьями. Что ты там встал? Тебе нужно делать все, что они делают. Иначе ты не получишь ни еды, ни ночлега. И тебя побьют. Понял? Раху. Да, босс. Научи его хитростям, Ребезла. Сделай его быстрым, как молния. Меня зовут Аслам. Аслам победитель. Меня зовут Лалу. Лалу победитель. А меня зовут Хари. Хари победитель. Шесть рупий и двадцать пять песов. Пять пять рупий. Сто семнадцать рупий и три ана. Сигара приносит мне нечто куда более неоценимое. Сегодня мы также продолжим проповедь Гиты. На том месте, где закончили вчера. Шрават Бхакават Гита. Бог Кришна сказал в одном месте, что вы привязаны к своей работе. Но не стоит думать о благах, которые принесет вам ваша работа, потому что мысли об этом делают людей эгоистичными и препятствуют достижению главной цели. Куда ты бежишь? У тебя на шее есть ожерелье, сестра? О, оно только что было там. Отдай ожерелье. Отдай его. Ты его. Ты ответишь за кражу. Бейте его. Остановите это. Он умрет. Прекратите. Прекратите все это. Вы собираетесь убить его? Тише. Тише. Успокойтесь. Иди сюда, сынок. Сюда. Иди сюда. Он и сам не знает, что он натворил. Извинись перед дамой. Ничего, сынок. Но помни, красть нехорошо. Он не будет. Ведь это мой сын, правда? Энна? У тебя есть родственники? Как тебя зовут? Хари. Хари, всё? Тебя будут звать Хари Мохан. И на этой неделе ты отправишься со мной за границу. Мы прибыли в аэропорт Бомбея. Пожалуйста, не расстёгивайте ремни безопасности до полной остановки самолёта. Спасибо. Джозеф, звонок. Джозеф? Да, сэр. Возьми своих людей и позаботься о том, чтобы в этой местности разгорелся мятеж. Он скроет наши замыслы. Хорошо, сэр. Сухие? Сэр, сделка в подвешенном состоянии. Подкупай, как только закончишь работу. Я об этом позабочусь. Хорошо, сэр. Джагу? Да, сэр. Все люди на своих участках работают хорошо? Жалоб нет, сэр. Хорошо. Брат Аслам. Да? Припаси один килограмм грудины для меня. Только грудина? Закажите сердце, лёгкие почки. Аслам, мой мальчик. Сэр, уже 25 лет вместе. Да, сэр. Передохни немного. Но работа должна быть закончена вовремя. А я когда-нибудь задерживался? Все решено. Послезавтра. Козел лишится жизни. Мои поздравления. Хагаван, послушай. Сэр, это Лалу. Лалу! Я как раз собирался звать тебя. Если вы этого не сделаете, в течение двух дней клиент не будет ждать. Это будет большая потеря. Я никогда не допущу этого, сэр. Будьте готовы. У магазина 8 часов. Покажите мне эти камешки. Взгляните. Ух ты! Мне стоит всё обдумать ещё раз. Я приеду завтра с деньгами. Тогда и куплю его. Мне нужно купить бриллианты. Конечно, конечно. Ну чего он там копается? Я выпишу вам чек. Швейцарский банк, как вы и просили. Я всё сделал. Уезжайте скорее. Покажите мне этот. Конечно, сэр. Этот бриллиант единственный в своём роде в целой стране. Недавно мне предложили за него 7 с половиной миллионов. Подождите пару минут, и я вернусь. Полиция! Полиция! Вот ваш чек. Ваш бриллиант. Просто убедитесь, что он отличается от того, что предложил вам итальянский партнёр. Это не подделка? Я проверял Лалу. Так много раз. Он никогда не подводил. Он со мной уже 25 лет. Когда постучат дверь, скажите, что Лалу спит. Где Чамкили? Когда она придёт, попросите её сказать то же самое. Отец! Полиция! Лалу там? Он спит. Поднимайся. Ты был в магазине, попли и сыновья? В каком магазине, сэр? Там, где ты украл бриллиант. Бриллиант? Вы пьяный, сэр? Послушай, Лалу. Скажи правду. Отдай нам бриллиант и скажи, кто это всё придумал. Тогда мы оправдаем тебя и оставим в покое. Похоже, вы и вправду выпили. Я бил тебя и прежде. Но сегодня я спущу с тебя шкуру. Что вы ко мне пристали? Разве не видите? Я сплю. Так ты ничего не скажешь. Эй, сэр, просто уходите отсюда. Приходите только с ордером. Нет. Нет. Скажи мне, на кого он работает. Я не знаю. Посадите его в джип и отвезите в участок. И заставьте его говорить. Да и что вы делаете? За что вы бьёте меня? Не толкаетесь, я иду. Заткнись и полезай в машину. Боже. Мама. 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 Славим святого Гаджидананда. Славим святого Гаджидананда. Мали его. Того, кто управляет вселенной. Чьи учения освещают наш путь. Он кормит целый мир. Если тебе нужна помощь, проси. Проси его. Распространяя его учения, мы жили за границей много лет. А сегодня мы возвращаемся к себе на родину. К себе в обитель, чтобы продолжить его учения. Именно так мы сможем рассеять тьму светом. На сегодняшней встрече я представлю вам моего, моего последователя. Хари Мохана, чьи хвалы Господу, чьи песни понятны и просты, но наполнены неземной сладостью. Те венки, которые должны были прибыть на месте? Да, мадам. Джейрам, попроси водителя приготовить машину. Да, мадам. Сима, я хочу, чтобы ты пошла со мной. Святой уже приехал. Он всего лишь святой. Не Господь, мама. Даже если и так, то я в это не верю. Сдвинь лям. Еще немного. Получится отличная фотография. Вот так. Что здесь происходит? Что это за фотографии? Сейчас. Все твои представления уже немного устарели. У всех родителей устаревшие взгляды. Да, мои взгляды устарели. И мне не нравится то, как живет моя дочь. Убери камеру. Хорошо. С завтрашнего дня я оставлю колледж. Можешь запереть меня. В комнате для преклонения. Цуриш, прекрати. Фотографии мы сделаем. Пойдем на танцы. Пока. Я поведу маленькую машину, а ты возьми другую. Прости, мамочка. Но тебе нужно постараться поднять свою дочь. Времена изменились. Пойдем на танцы. 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 Нет, нет, сестра, ты не должна прикасаться к ногам. Потому что все, что со мной происходит, только благодаря учителю и тебе. Дочка, ты так, кто простила Хари за украденное жерелье около 25 лет тому назад? Боже правый, так это ты! Теперь считайте меня вашим слугой и все, кто собрался здесь. Тогда не препятствуй. Нет, нет. Твои песни и манеры так впечатляют. Вы так сильно напряжены. Мне нужно ваше благословение. Учитель, пожалуйста, позвольте ему спеть в моем доме. У меня только одна дочь, и она сбилась с пути и не верит в Господа. Пожалуйста, укажите ей путь, прошу вас. Только учитель может показать верный путь. Я стараюсь пробудить трепет своими песнями. Я верю в то, что после того, как ты споешь, мнение моей дочери изменится. Ступай, сынок. Если ты кому-то можешь помочь, то всегда держи свою дверь открытой. Я к вашим услугам. Если я чем-нибудь смогу вам помочь, это сделает меня счастливым. Сима! Сима, ты знаешь, который час? И что случилось? Во сколько ты вернулась прошлой ночью? Утром. Ты опять пила. Мам, у меня болит голова. С сегодняшнего дня я глаз с тебя не спущу. Мам, я уже не ребенок. Для меня ты ребенок. Я буду за тобой следить. Ой, мама, уйди, не приставай ко мне. Боже, что же мне делать с этой девчонкой? А ты не спрашивала своего святого? Сима, сегодня вечером этот человек придет, и ты с ним встретишься. Нет, я не хочу ни с какими святыми встречаться. Они мошенники. Замолчи. Вечером ты никуда не пойдешь, и будешь слушать с нами песнопения. Ты пой свои гимны, а у меня вечеринка в моей комнате. Те, кто курят, вот, пожалуйста, сигареты. И не обращайте внимания на слова моей мамы. Какой-то святой сидит внизу. А теперь он начнет свою речь. Свою святую и целительную 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 речь. Они вступили на верный путь после совершения ошибки. Нужно винить только меня. Она единственный ребенок. Ее отца убили. Моя нежность испортила ее. Убийство? Он был судьей в Верховном суде. Во время одного из процессов ему угрожали. Хотели оправдания. А он стоял на своих принципах. Его трудно было сломить. Тот вечер мы собирались на вечеринку. Теперь ты для нее. И отец, и мать. Не дай почувствовать ей утрату отца. Убийца до сих пор на свободе. Полиция не может найти его. Дело закрыли. Когда это случилось? Лет 12 назад. Семье было 5 или 6 лет. И вы до сих пор не знаете, кто убийца? Нет. Значит, если он вдруг окажется перед вами, вы не сможете узнать его. Когда он выстрелил, его озарил свет фар. И я только мельком взглянула на него. Черные очки и шрам на правой щеке. Так ты всю жизнь проспишь? Спустишь все миллионы? Хотя, наверное, тебе на всю жизнь хватит. Я оставлю тебе много-много денег. Можешь хотя бы встать пораньше и пожелать счастливого дня рождения своему отцу. Вставай и получи вермильон на лоб. С днем рождения, папочка. Вчера вечеринка Симы затянулась на целую ночь. Сима хлопотала, как пчелка. Однажды наукусит тебя, как пчела. И будет отравлять тебя. Всю жизнь. Ты волнуешься за меня больше, чем нужно. Не забывай, что Суреш, твой сын, вырос. Забудь. Лучше съешь сладости. Сладости были первым подарком на день рождения. Я держал их под подушкой. Я знал, что ты разбудишь меня. И как только я открою свои глаза, я угощу тебя. Что это? У тебя много бриллиантов, мрамор. Ты все еще играешь с этим? Думаю, я куплю тебе новые. Так что можешь выбросить эти старые. Держи. Куда ты? Куда ты бежишь? Ты украл мой бумажник? Отпусти меня. Ах ты мошенник, я проучу тебя. Ловите его. Держите его. Он украл мой бумажник. Что случилось? Ничего. Это между нами. Говори, никто не услышит. Это ты убил его? Нет. Я видел, как ты проткнул ножом. Нет. А сейчас его мертвое тело должно быть лежит там. Нет. А ты будешь гонить в тюрьме всю свою жизнь. Нет. Я отправлю тебя за решетку. Нет. Да. Нет. Кто твои родители? Где они? Папа в тюрьме. В тюрьме? Да. Почему он там? Он спорил с полицией. Что он сделал? У него был свой бизнес. Что за бизнес? Он наш начальник. Он тренировал нас. Тренировал чему? Воровству. Воровству? Как его зовут? Лалу. Господин Лалу. Господин Лалу. Дома еще есть кто-нибудь? Да. Моя тетя. Чамкили. Что она делает? С тех пор, как папа в тюрьме, она заняла его место. Кто еще? Да, у нас есть целая команда. То есть, кроме тебя и тети, еще целая банда? Да. Да. Джагу и его команда. Джагу? Мой отец и Джагу. Оба работали на господина Пхагаванда. Мистер Пхагаванд? Да. Он хозяин нашего района. Кроме Чамкили, есть кто-нибудь дома? Мама Лали. Но после того, как отца посадили в тюрьму, она не говорит. Она ждала ребенка. Когда полиция избила отца, ее толкнули в живот. И ребенок умер. С того времени она и ни слова не проронила. Как будто у нее нет языка. Это твой отец? Да. Меня зовут Лалу. Сестра. Ты скучаешь по Лалу? Где Лалу? Она забыла, как говорить. Мам! Доктор сказал, что она не заговорит до тех пор, пока не случится какое-нибудь чудо. Чудеса случаются, сынок. Я с тобой. Но тебе придется выполнить некоторые обещания. Да. Ты никогда не будешь красть снова. Я не буду. И ты никогда не вернешься в банду. Не вернусь. И до тех пор, пока я не разрешу, ты никому обо мне не скажешь. Ты станешь моим сыном? Да. Да. Как тебя зовут? Габар. Не Габар. С этого дня ты Габинт. Он сказал, его зовут Габинт. Он принес кошелек и деньги. Кто передал это письмо? Сэр, кто-то оставил его за дверью. Мэна, прочли письмо. Я изменился. Я изменился, и после того, как я украл ваш кошелек, я возвращаю вам его нетронутым. Пожалуйста, простите меня за мой грех, потому что я принял Господа, и я поклялся, что никогда больше не буду воровать Габинт. Учитель, ты помнишь меня в его возрасте? Когда ты принял меня? Я поймал его на том же преступном месте, где я родился и воспитывался. А сейчас я хочу дать ему то же, что дал мне ты. Я не хочу, чтобы это грязное сообщество диктовало ему правила жизни. Я поклялся очистить его, изменить, сделать все, что смогу. Я благословляю тебя на все, что ты задумал. Но это нелегко. Тебе придется страдать. Может быть, ради этого Бог сделал из Хари Мохана, а затем сделал из Хари Мохана Святого. Приветствую брата Аслама в этой хижине. Рамудада жил здесь однажды. Ты говоришь об ушедшей жизни. Теперь Рамудада мистер Пхагаванд. Теперь он живет на холмах Малабар в роскошном бунгало. Похоже, и ты не стоишь на месте. Если ты тот Аслам, которого я знал... Что? Вспомни друга детства Хари. И сразу все поймешь. Хари? Было два маленьких мальчика. Аслам и Хари. Конечно, Хари. Как я мог забыть его, Хари? Хари! Куда ты исчез, друг? Проходи. Заходи. Авзал, позаботься о клиентах, скоро буду. Я встретил старого друга. Проходи, Хари, проходи. Где ты был так долго? Ты внезапно исчез? И что на тебе надето? Что видишь? Это настоящая ли подделка? Прикоснись ко мне и скажи, что чувствуешь. Ты не позволишь мне узнать? Как ты так изменился? К тому же мы из одной профессии. Как поживаешь? Как другие? Большинство разбросано тут и там. Но был один парень, Лалу. В нашей особой группе. Да, Лалу. Где он сейчас? По сей день остался таким же плохишом, как и был прежде. Ни капельки не изменился. В карманных кражах ему до сих пор нет равных. По крайней мере у нас. Сейчас он в тюрьме. Так вы двое не изменились. Думаешь, я не изменился? Только посмотри на магазин, который я открыл. Сколько бетон? Да. Но как быть с мистером Бхагаваном? Основной поток денег идёт от него. Да-да, уже понял. Выпей, друг. Скотч? Не могу. Хорошо. А сигареты? Их тоже. Иностранные? Этот мир – огромная скотобойня. И все мы в нём мясники. Все убивают друг друга. Убить убийцу – не думаю, что это грех. Бог свидетель, что я никогда не вредил невиновным людям. И не буду. Я никогда не забываю о молитве. Друг, останься. Я закрою магазин. Ты можешь навестить мистера Бхагавана. Сегодня его день рождения. Нет, спасибо. Мне нужно идти. Мне не было долгое время, и я просто хотел посмотреть, насколько всё изменилось. Брось это. Ничего не изменилось. Ни люди, ни улицы. Выпьем. Дай мне чего-нибудь помягче. Хорошо. Я заколол пару козлов специально на ваш день рождения, сэр. Их готовят на кухне. Столько гостей пришло. Они будут есть, а восхвалять Аслама. Брат, может, виски? Нет. Спасибо. Думаю, что лучше отдать это боссам. Добрый вечер, брат Аслам. Добрый вечер. Кто-то послал святы и передал, чтобы мы отдали их лично вам. Мистер Бхагавант, уважаете господа. Не воспринимайте это как манну небесную. На ваш славный праздник можем просить только это. Ваш слуга, святой Хари Мохан. От кого это? Из уединённой обители. Святой Хари Мохан. Святой Хари Мохан. Святой Хари Мохан. Я слышала, что он очень известен с вами. Где бы он ни пил, становится светло. И я пойду туда. Получить благословение. Не забудьте про меня. Я тоже посмотрю на этого святого. Если хочешь тягаться с мистером Бхагавандом, сперва обруби его корни. Сначала попробуй справиться с его последователями. Но не в одеянии святого, а в одежде настоящего разбойника. Только стеклу по силу одолеть стекло. Субтитры создавал DimaTorzok Эй, секси-штучка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Билл! Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня я раздобыл большие деньги, мистер Джагу. Это всего лишь зеленая бумажка. Я украл золото. Сумка здесь, но нет денег. Зато зонт. Что? Сегодня я ничего не украл, босс Джагу. Все из рук валилось. С такими руками работа не пойдет. Ясно? А где этот Габар? Я его не видел. Со вчерашнего вечера. А это Чамки или ее пацаны? Познакомьтесь с разбойником Ринга. А это вся наша команда. Все наши местные мошенники. Не бойся, Джагу. Он в том же бизнесе, но его операции крупнее. Он говорит, что если мы сделаем его своим лидером, деньги рекой потекут, а по положению он выше, чем мистер Пхагавант. То есть вы действительно думаете, что нам нужен кто-нибудь, как вы? Я здесь не для того, чтобы разрабатывать свои мышцы, но если я стану лидером, вы ощутите всю глубину моей любви и преданности, братья. Ну да. Я видел, как эти дети трудятся. Они профи и хорошо натренированы. Их руки искусны, словно ножницы. Но какой от этого толк? Обычные люди не носят крупные деньги в своих карманах, чтобы мы проникли туда и достали все эти банкноты. Я вижу в этой чаше, после тяжелой однодневной работы, вы получили две четыре сотни. Или, может, две четыре тысячи. И все это разделится между двадцатью-тридцатью членами банды? Если хотите воровать, воруйте что-нибудь покрупнее. Если поможете мне, то разбогатеете по-настоящему. Если хочешь заменить босса Джагу, сперва иди и вымой свое лицо. Он сильный. Именно поэтому мы считаем Джагу своим лидером. Бросай. Бросай. Я справился. Пусть так. Проверьте свои карманы. Я украл ваши кошельки, а вы не заметили. Ты научился красть пустые бумажники? Это было в кошельке. И это. И это тоже. Будьте осторожны, босс Джагу. Где бы ни проходил Ринго, люди зашивают бумажники. И если вы сможете... Найти это ожерелье... Я украду его из этой чаши. Это и есть карманное искусство. Принеси чай. Определенно. Твои руки творят чудеса, а твои мышцы также сильны, приятель. Определенно не так, как твои. Но я не уступлю в рестлинге. Это каратэ. Это дзюдо. Придется научить вас всему. Это... Не так легко, глава Ринго. Никто не встанет между нами. КОНЕЦ КОНЕЦ Жареного цыпленка? Или что-нибудь еще? Я тебе покажу. Выпей это. Выпей. Выпей. Откуда эта вода? Бандит Ринго — наш лидер. Ты мужественный, Ринго. Но есть разница между обещанием и реальными поступками. Не смотри на девушку. Посмотри на ожерелье на ее шее. Миллионы из Америки. Она приехала сюда в воскресенье. В отеле Тадж-Махал будет вечеринка. И на эту вечеринку она наденет это самое ожерелье. Если ты сможешь достать его, то сможешь стать лидером для всей нашей команды. Уже смутился? И это он хочет стать главарем. Какая красота. Как тебе не стыдно? Что за сюрприз ты преподнесла мне, Джейн? Когда ты позвонила, я не поверила, что ты здесь. Любовь порождает любовь. Ух ты, Джейн! Отличный хинди. Слава богу, она не говорит на санскрите. Иначе ты бы ничего не поняла, Джейн. Нет, спасибо. Сигарету? Нет, спасибо. Когда ты бросила? С тех пор, как влюбилась. За ее любовь и его здоровье. Выпьем. Можно? Я могу помочь, сэр? Можно кофе? Да, сэр. Да прибавит Господь с тобой. Давайте закатим грандиозную вечеринку для Джейни. Нет, нет, нет. Сначала вы приходите в гостиницу. В субботу вечером. Друг моего отца устраивает для меня вечеринку. В субботу вечером ожерелье будет в твоих руках. Но до тех пор... Пусть вся банда сделает передышку в работе. Почему? У нас будут приготовления, что-то типа репетиции. Потому что я перевоплощусь в Махараджо из Раджастана. Провинцией Хабхват Сингх, Ачамхили, будет моей королевой. У нас будут... Два принца Куну и Муну. И принцесса Соня. Позвольте представиться, Махарадж. Слышал, вы говорите на хинди. Именно поэтому я буду говорить на том же языке. Моя жена, моя королева, мои сыновья и моя дочь хотят пожать ваши руки. Конечно, конечно. Куну, Муну и Соня. Приветствуем. Сэр, пожалуйста, сделайте ей наше фото. Мы дадим вам деньги. Сначала я буду стоять здесь, а ты здесь. Я буду здесь. Да, сэр, нажимайте. Мы готовы. А вы само обаяние такая очаровательная и милая. Спасибо. Брат, я не хочу виски. Можно нам содовый? Что это? Пойдем отсюда. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Ого! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Хари Как ты? Твоя Джанки вернулась С тех пор, как я увидел твое фото в газете Я следую за тобой Я был на твоей вечеринке в отеле Ведь твое ожерелье украли Это я украл его Тот, кто сделал это, Хари И я пришел Возвратить его Ты пришел только за этим? Нет, есть другая причина Мне нужно вознаграждение Все, что у меня есть, твое Что ты хочешь? Мне нужно скромное пожертвование для бедных людей Я подпишу чек Ты напишешь сумму Войдешь? Нет, Джей, я подожду здесь Пройди хоть на минутку Я так долго ждала этого момента Память о тебе Теперь всегда рядом со мной Наша любовь Дар Господа Что ты хочешь сказать, Джейн? Посмотри У него глаза отца И улыбка тоже Почему ты не написала мне? Почему ты не сказала мне раньше? Я не знала, как ты отреагируешь Что ты наделала, Джейн? Только так ты оставался со мной рядом Моя жизнь в твоих руках Я пошла в твое обиде Чтобы найти тебя Но тебя уже не было Я написала много писем Но не отправила Я не хотела помешать Твоему ремеслу Я думала Со временем наберусь мужества И все тебе расскажу О, Джейн Учитель, что делать, если прошлое настигает человека? Он должен встретить его Или убежать прочь А если оно просит принять его? Прими то, что отречься не всегда возможно И пусть твоя душа обретет покой В его глазах глаза мира В глазах Господа Ты встретил, Джейн? Откуда вы знаете? Она искала тебя Она мать моего ребенка Если у нее хватило мужества Одной родить твоего ребенка Тогда она действительно любит Так прими же ее Раз она пришла сюда Ты хочешь вернуться к ней? Истинный путь Может не дать мне сделать этого Но правда в том, что я отец От Джейн мать этого ребенка От детей Это дар Божий Его воплощение Еще в Нью-Йорке я сказал, что если Господь того пожелает Она будет с тобой Однажды Если она принимает тебя То ты должен принять ее тоже Это воля Господа Если она согласна жить по правилам обители Обитель примет и ее тоже Я лично благословлю вас обоих Ты сказала, что его глаза и улыбка, как у меня? Мой цвет Да он просто копает Джейн Нет, я не Джейн Я Джанки Джанки Господь примет любовь, что ты даешь миру И если ты будешь блюсти нормы обители Она примет тебя тоже Эта земля принадлежит вам Всем вам Никогда не забывайте мои слова Вы должны работать здесь Строить жилища Но ничего больше Ринго совершил чудо Которое никто никогда не делал Для вас будет лучше Если вы забудете о Ринго Если Ринго захочет То люди наподобие Джагу Которые осмелятся восстать против моей воли Покинут это место Подумайте о том Как сильно я тебя люблю Чемки Ведь ты обещала Что когда будешь готова То выйдешь замуж за меня Эй, не трогай меня Когда мое сердце скажет То я обязательно скажу тебе Чемки Я все для тебя сделаю Я разорю весь мир И брошу его к твоим ногам Я сказала, убирайся, убирайся Ты и твой Ринго Пожалеете об этом Благодаря моей камере Вор пойман Посмотрите на это Ты должен сообщить полиции Нет, нет Нужно позвонить Джейн И? Она только что уехала Взяла симу и отправилась в обитель Обитель? Туда, где живет тот святой Мохан А, мошенник Перед дневным богослужением Каждый должен принять святое Подношение из рук Джейн Джанки Которая только что была посвящена учителям Мисс Джанки будет вести певческие классы Где будет использовать новые мелодии И новые мотивы Он святой Субтитры создается Бедняжка потеряла рассудок. Боже, правый, я приветствую этих униженных рабов. Папа! Приветствую, дядя. Приветствую, тетя. Да-да. Быстро идите и получите благословение святого. Он дарует мир и справедливость. Добро пожаловать. Джейн? Даже ты? Не, Джейн. Называй меня Джанки. 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 Он действительно умный. Он и тебя провел. Оранжевый вермельон сияет на прекрасном лице. А дай мне священные подношения, Дженни. Священные подношения. Благослови вас, Бог. Будьте всегда счастливы. И когда бы вы не пришли, двери обители всегда для вас открыты. Вермельон сияет от твоей красоты. Даже ты. Но ты никогда об этом не упоминала? Это мое предназначение с самого рождения. Хватит шуток. Посмотрите на это. Восхитительно. Отлично. Разве ты не счастлива, что вора поймают? Ты не сообщишь полиции? Нет. А твое дорогое ожерелье? Ожерелье дорогое. Но есть кое-что бесценное. Не хотите пройти и посмотреть на моего сына? Что? Наш сын. Мой и Хари. Хари говорит, что он похож на меня. Я говорю, что он похож на Хари. А он говорит, что он похож на нас обоих. Почему ты не пригласила свою подругу Симу на свадьбу? Мы уже были замужем в нашей прошлой жизни. Она была там. Тогда зачем же ты взял в эту обитель Симу? Ее мать последовательница святого. Но я и Сима поехали, чтобы встретиться с девушкой из Америки. В день, когда ожерелье было украдено, моя камера поймала вора. И я покажу тебе его фотографию. Боже. Его называют главаринку. Американку меньше всего заботит пропажа ожерелья. Она облачилась в оранжевое одеяние и стала последовательницей. И она мать ребенка этого святого. Я и сам удивился собравшемуся контингенту. В особенности маме Симы, тому, как она провела меня. Что она сделала? Говорю тебе еще раз, держитесь от этой девушки подальше. Она непременно принесет неприятности. Как долго мы уговаривали их начать работу? Отлично, продолжай. А, невестка! Ты поедешь со мной к Говинду. Мама и мы будем жить вместе. Ты увидишь чудо и будешь так потрясена, что произнесешь слава Господу. И мы отправимся с тобой, Ринго. Не сейчас. Позже. Сейчас все вы будете работать здесь. Нам немного скучно, Ринго. Посмотри, наши руки совсем огрубели от работы. Так много дней мы не занимались своим ребеслом. Я не смог удержаться. Даже я не выдержал и пришел с этим. Девушка и юноша отдыхали? А я украл это и убежал. Вы двое должны покинуть общину. Вы забыли, что Ринго сказал. Никаких мелких краж. Потому что теперь мы будем работать с нечто более ценным в храмах. Я сказал правду. Но прежде мне нужна гарантия. Нужно обещание. А теперь закройте глаза. Закройте. Обернитесь. Быстро. А теперь повернитесь и смотрите. Что у вас за религия? Каких божеств почитают у вас в доме? Ганаш. Дурга. Аллах. Мама Кали. Иисус. Те, кто почитают Ганиша, Маму Кали и Кришну, выйдите в центр. К священной книге Хагавад-Гита. Те, кто верит в Аллаха, отойдите вправо и подойдите к Корану. А те, кто верит в Иисуса Христа, отойдите влево и встаньте перед Библией. А ты? Я русский ростератур и не знаю, кто такой Господь. Подойди ко мне. Подойди. А теперь положите руку на Священное Писание и поклянитесь, что... Вы не будете красть до тех пор, пока я не открою вам план конкретных действий. Насчет добычи в храме. Клянемся! А теперь соедините со мной руки. Если наши фотографии попадут не в те руки, знаешь, как это будет? Нехорошо. Что случилось, Сима? Я отвержу эти глупые заклинания вот уже несколько дней. И чувствую. Что случилось? Скажи мне. Отведи меня к доктору на осмотр. Зачем? Мне кажется, что внутри меня маленький Суреш. Или маленькая Сима. Что за ерунда? Что ты говоришь? А что? Ты не будешь счастлив, если это окажется правдой? Нет, я... Ты женишься на мне. И я буду твоей женой. Сладьба, жена! Ты мечтаешь? А я даже не думал об этом. Ты не любишь меня, Суреш? Любить не значит обвинять меня. Я не обвиняю тебя. Мы двое любили. Никто не виноват. Виновата ты. Ты должна была думать о последствиях. Суреш! Хорошо, хорошо. Я поговорю с доктором об аборте. Нет, я не буду делать аборты. Я люблю тебя, Суреш. А это укрепит наша любовь. Любовь, любовь, любовь. Ты повторяешь одну и ту же вещь. Ты любил меня, Суреш? А теперь любишь меньше? Я приду позже. Суреш! Что случилось? Я вижу тебя с этим парнем время от времени. Расскажи, что происходит между вами? Какие у вас планы? Оставь меня одну! Как я могу оставить тебя? Я твоя мать! Оставь меня и уходи, мама! Господи, что же происходит? Казмурай! КОНЕЦ Благословения Святого Мокана останутся с тобой навсегда! ДОКТОР 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 Ты не слышала, как я звал тебя? Пойдём, я договорился о встрече с доктором. Не нужно тащить меня в больницу. Отведи меня в ЗАГС. Прекрати шутить. Это не шутка, я серьёзно. Тогда не рыдай, если я оставлю тебя. Ты заставляешь меня плакать, Суреш. Но я сильно влюблена. И полностью отдаю себе отчёт за поступки. Если ты твёрдо решил, то отправляйся к чёрту. Святые тянутся к цветам. Он защитник, и я помолюсь ему. Что беспокоит тебя? Расскажи мне, дорогая. Ничего, мамочка. Ведь я пришла сюда с миром. Святой доктор сказал, что у меня рак. Освяти меня своим прикосновением. Избавь меня от болезни. Мой сын очень болен. Он не открывает глаза вот уже три дня. Излечи его своим прикосновением. Это соков crimes. См. Серёбей меня очень приятны. Изус-мrine рода. С drowning. Мух, ты сможешь сиумить. С próximом franchise. Сaşарいく. Наним G Veea, С iy San Diego. Когда своим истатъем. Начинаем Кр BB. но и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 В отчёте говорится, что он уже в третий раз в Индии. Очевидно, что-то замышляет. Но поскольку он снова здесь, мы не должны упустить этот шанс. Мы должны раскритаться с ним раз и навсегда. И если ему удастся сбежать, то это будет огромным позором для всего департамента. На этот раз я спланировал грандиозное ограбление, мистер Пхагаван. Посмотрите! Эти бриллианты принадлежат бывшему Махараджу. И они будут выставлены на аукцион в Дивали. И вы можете назначить любую цену за них. В любой стране, в любой валюте. Это что-то! Все богатейшие люди собрались здесь с единственным желанием купить его. Тот, кому достанется бриллиант, будет сказочно богат. А он будет принадлежать только нам. Но перед этим мы должны определиться с ценой. Назовите цену. А я скажу вам, согласен ли я принять этот риск или нет. За ценой вопрос не встанет. Это не сделка. Похищение бриллианта мой долг. Алло. У меня есть фотографии этого бриллианта. Сделай его точную копию. Немедленно. Все будет непременно сделано. Возьми пока двадцать тысяч, как аванс. Остальное после окончания дела. Тебе нужно вытащить лалу из тюрьмы и побыстрее. Если еще есть какой-нибудь мусор, грузи сейчас. Завтра грузовик не придет. Ничего не осталось, мистер Аслам. Вы все забрали. Здравствуйте, надзиратель. Если я могу помочь, если вам нужно что-нибудь. Снаружи. Я захвачу это в следующий раз. Слава богу. Здесь все есть, кроме сигарет. Если не трудно, привези немного. Обязательно. Всего доброго. Если тебе душно, можешь выйти и подышать немного, брат Лалу. Сигаретку? Ты проделал отличный трюк, друг. Я думал, еще чуть-чуть и нас поймают. Если Аслам берется за дело, то никогда не подводит. Но как ты вообще вспомнил обо мне, друг? Вспомни о тех, кого давно забыл. Ты здесь по воле мистера Пхагавана. Что-то важное? Только он в курсе. Но все с нестерпением ждут тебя. Правда? Мне было сказано вытащить Лалу. Половина сейчас, половина в конце сделки. Держи. Да. Я думал, что ты будешь осторожнее. Но напрасно. Это покрыто ядом, который может прикончить тебя. И это. И это тоже. Нападете один за одним или сразу вместе? Я одна. Для вас двоих достаточно. Достаточно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы их не боимся. Мы останемся здесь. Этот дом мы построили собственными руками. Все, достаточно. С сегодняшнего дня приходите в обитель. Обитель? И вы будете принимать участие в молитвах и песнопениях. Молитвы и песнопения? Разве вы забыли наш план о похищении золота Бога? Как мы могли забыть об этом? Чтобы победить, мы должны все с самого начала продумать. Да. Там я предстану в одеянии святого. Как это? Так же, как в прошлый раз, я переоделся в Махараджа для ограбления в отеле Тадж. А для ограбления храма я приму облик святого человека. И вы будете моими последователями. Пока мы не закончим аферу. Теперь мы все поняли. Проходи, Лалу, проходи. Я открыл лучшую бутылку виски для тебя. Для начала вот это. Мне бы сгодились и местные сигареты. Почему вдруг такое расположение? Потому что Лалу самый важный для Бахагавана человек. Неважно, в тюрьме он или на свободе. Некоторые вещи может сделать только он. Как только ты закончишь работу, мы сразу же вернем тебя назад. С почетом. Тебя ждет очень ценное вознаграждение, которое мы отошлем в твой дом. Но сначала поприветствуй своих товарищей. Эй! Что стало с вашей милицией? Да, да, спроси их. Больше в них не осталось силы. Они стали слабаками. Ринго разрушил их счастье. Ринго? Есть один мошенник по имени Ринго. Твоя сестра тоже попала под его влияние. Твоя жена и сын также его последователи. И что вы сделали? Он пришел, но никто ничего про него не знает. Они ничего не знают. Я знаю. Алло. Суреш? Привет, пап. Это правда, что святой по имени Хари Мохан украл ожерелье этой американки? Да. Хари Мохан был переодет в Махарадж. Этот святой есть главарь Ринго. Мы должны построить такой дом, куда смогут прийти люди со всех концов света. Последователям нужно ваше наставление, святой. Я офисный посыльный, из Ахилбхартия, Манавсанг. Наше учреждение построило храм стоимостью 50 миллионов, и мы просим вас осветить его в священной дивале вашими благословенными руками. Многие люди благословенны. Почему вы выбрали именно меня? Быть среди ваших последователей настоящее счастье для нас всех. Но есть другая причина, по которой мы выбрали вас. Если бы не вы, этот храм не был бы реальностью. Вы смущаете меня? Потому что эти 50 миллионов на строительство были посланы анонимно из Америки. Мы не знаем даже точного места. Да. У спонсора было только одно условие, которое мы приняли. Храм должен быть освящен только святым Харим Моханом. Неужели? Иначе было бы много предложений других лиц. Посмотрите. Но люди хотят, чтобы вы пели гимны и прославляли Бога и остальных святых. После всего услышанного мой священный долг осветить ваш храм. И на священный праздник Дивали я и мои последователи будем там. Мы прочтем молитвы на благо и процветание вашего храма. Мы так благодарны вам. Пойдем. Кажется, наступает великий день, о котором я говорил. Будет генеральная репетиция. Готовьтесь. Будем готовы. Это с вами. И это глава ринга. Там Лалу. Отец! Вышел так рано. Думал, он был приговорен на год. Они вытащили его. А потом вернут назад. Никто и не узнает. Бизнес. Да. Обман, кража и прочее. Воровство, кража. Отец! Лучше помалкивай. Пойдем со мной. И чем Килли? Сначала я разберусь с тобой, а потом и с ней. Послушайте, вы оба с Лалу. Не вздумай бежать. Кто такой-то, Тринго? С кем это вы двое так мило разговаривали? Тебе должно быть стыдно говорить такой сестре и жене. Вы две его потаскухи. Если ты не прекратишь, то я тоже не буду молчать. Я подниму крик и скажу, что ты убежал из тюрьмы. Остановись. Что ты хочешь сказать? Я так долго о тебе плакала, Лалу. Мне было так больно. Я молилась за тебя днем и ночью. Только ради того, чтобы услышать... эти оскорбления. Смотрю, твой язык развязался. То, что ты вышел из тюрьмы, только между нами. Теперь ты для меня никто. Остановись, сучка. Я напишу в полицию, и они вернут тебя на то же самое место. Прежде чем ты пойдешь, я переломаю все твои кости. И я рашу твоей кровью все это место, на котором этот Ринго собирается построить для вас дворец. Фундамент уже заложен, Лалу. Ты не сможешь это разрушить. А когда мы закончим строительство, ты и твои друзья будете не в силах разрушить это, потому что они не из стекла и не из камня. Сначала ты меня. Прежде чем ты убьешь Ринго, тебе придется убить нас обоих. Может, ты и мой отец, но я его сын. Пуля Лалу не посмеет пройти сквозь грудь Ринго, потому что там начертано не имя врага, а друга. Просто вспомни дни своего детства. Вспомни, как ты обманул свою смерть. Вспомни, как ты пошел красть золотое ожерелье. Помогите! 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 Я тону! Я тону! Помогите! 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 Хари, друг мой! Где ты так долго пропадал? Моя путеводная звезда водила меня по всему свету. Что ты делал? Все, что он говорил делать. И я его ни разу не подвел. Но что нам думать? Глава ринга, святой Хари Мохан или святой Хари Мохан глава ринга. Ты прав. Это будет отличное дело, Лалу. Я разрабатываю план. И если ты присоединишься к нам, все будет просто великолепно. Никакого страха перед полицией и о том, что тебя посадят. Его благословение всегда с нами. У меня отличный план. Сначала пойдем со мной и встретимся с Пхагавандом. Мистер Пхагаванд. Если ты встречаешься с ним, то непременно узнаешь, как ты мог забыть своего Раму. Хорошо. То есть Раму и есть Пхагаванд? Да. Тогда я должен с ним встретиться. Я должен был встретиться с ним с самого начала. Я хочу посмотреть, узнает он меня или нет. Глава Ринго пришел, мастер Пхагаванд. Слуга с вами. Приветствует главаря Пхагаванда. Я пришел с надеждой, что... Несмотря на то, что в тот день в обители вы не узнали меня, сегодня у вас в доме вы просто не можете не признать меня. Возьмите сигару из коробки. Если желаете вспомнить давно забытые дни, ты не примешь дар последователя. Это только для тебя. Хари? Глава Ринго? С вами? Учитель. Мудрый последователь. Да, ты превзошел меня. Прими мое почтение. Что выпьешь? Виски, бренди, шампанское? И виски, бренди, шампанское могут удурманить меня. Давай выпьем виски. Если бы Хари знал, что главарь Раму и есть Пхагавант, то он никогда бы не осмелился противостоять ему. Пересамь, Хари. Но стало время прояснить позиции. Я помогу тебе, и всех это очень сильно изумит. Пожалуйста, дай мне разрешение. У Хари замечательный план. Ему нужна наша помощь. Если и ты поможешь мне, то считай, я согласен. Если это на самом деле хороший план, рассказывай. Плана лучше, чем мой, вам не доводилось видеть. Пойдем вниз, поговорим с глазу на глаз. Только ты и я. Канун Дивали, я освещаю новый храм. Знаю, считал в газетах. Когда я соберу все драгоценности Господа, только тогда я утарю свою жажду. Отлично, брат. Но как ты собираешься воровать на глазах своих последователей? Расскажи мне весь план. Ты должен доверять мне. Поверь в меня. И не нужно задавать лишних вопросов. Сперва ты должен пообещать мне это. Ты не веришь мне? Хочешь проверить меня, да? Нет. Вера приходит с Верой. Цигару? Я стал святым не для того, чтобы обманывать людей. Я обрел силу святого, и она поможет нам в нашем бизнесе. У меня есть одно заклинание. Если используешь его, то сможешь увидеть отголоски прошлого и недебухащего. Так же, как сейчас, я ясно вижу инцидент 12-летней давности. Вижу красную кровь. И убийца связан с тобой. Черт! О чем это ты? Я не хотел перевожить тебя. Но с этим знанием от запада на восток в шести странах я ограбил 12 мест. А полиция со всего мира так и продолжает спать. Если поможешь мне, то получишь стопроцентную прибыль. и драмы свои, бери. Если я помогу тебе, твой план сработает. Я буду с тобой до конца. Как я могу оставить тебя? Скажи! Это сделка между учителем и учеником. не стоит тянуть решением. Тогда слушай. Начнем охоту. Так это тот бриллиант, который я должен украсть. Пренусь Господом. Он будет в твоем кармане. Превосходно! Буду стараться. Именно поэтому я хочу, чтобы у тебя не было никаких секретов от меня. кто-нибудь еще знает о плане? Придет время, и ты встретишься с ним. А когда наступит это время? Аукцион в Дивали. Вечер накануне. Но ограбление в то же время. Точно не будет никаких проблем. Каких проблем? Есть существенная разница между утром и вечером. Тогда встретимся вечером. И до тех пор, пока бриллиант не у нас, ничто не должно помешать нашему плану. Виски? Нет. Если я притронусь к виске, это может сорвать всю работу. Нужно попросить о том, чтобы дело Дивали и оба наши проекта оказались успешными. Глава ринга или святой, это будет тебе проверка. Сможешь ли ты работать на меня или нет? Посмотрим, что у тебя за план. Лалу зовут в покое. Лалу, то, зачем я вызволил тебя из тюрьмы, хочет провернуть сам Ринго. Но я доверяю тебе. И не хочу полагаться на случай. Лалу знает свое дело, сэр. Если Ринго не справится, я сделаю это. Он друг моего детства. Но я обязан вам. Откройте мне свой план. Эй, Хари! Ты избегаешь меня! Наконец-то мне удалось найти тебя. Ты и я будем в безопасности в этом городе, если будем работать под его началом. Я тоже так думаю. Будет лучше, если ты избавишься от этого деяния и от людей, которые предают тебя. Но использовать это имя для предательства это предать Господа. Хорошо сказано. В этом городе греха нет такого преступления, что я не сделаю для своего босса. Но я никогда не трону святого. Время для молитв. Увидимся позже. Как незаметно ты пробирался. Я вспомнил стихотворение поэта, о котором давно не вспоминал. Листва базилика, выжерелье на шее, и образ любимого в сердце. Свет озаряет твою улыбку. Этот вермильон — священное место, как будто первая звездочка на шее. Полон света. Если бы люди знали, какой дар ты им преподнесла, они бы посадили тебя на плечи и купали в лепестках цветов до самого рассвета. Почему? Это ты мне скажи, почему? Нет, скажи ты. Потому что благодетель храма не иностранный миллионер. А жительница нашей обители — жанки. Откуда ты узнал? Потому что Джейн и Хари не два человека, а один. Посмотри. Джейн слилась с Хари. Сердце, которое стучит внутри Джейн, бьется и внутри Хари. Теперь поговори о матери. Отправляйся в новый храм со своими учениками. И жди меня, если я задержусь немного. Не волнуйся. Потому что в этот же день у меня будет одно срочное дело, и меня не будет здесь целую ночь. И в этот же день просто позвони мне по этому номеру. Кто бы ни взял трубку, просто позови меня. Если я отвечу, затем позвони в полицейский участок и поставь запись моего голоса, которую я оставлю для тебя. План готов, мастер Пхагаван? Я одобряю его Ринго. Мы думаем одинаково. Я тоже готов. Но боюсь, что Ринго может провалиться. Нет, всё будет в порядке. Да я не в этом плане. Ну просто мало ли, что не так будет. Познакомься, это наш партнёр Боб Симпсон. Он руководит всем нашим бизнесом за границей. Значит, мистер Боб будет в курсе и этого дела. Я ничего не могу от него скрывать. Он уже вложил 20 миллионов в этот камень. А получат 25 миллионов. А если мы дадим тебе по 2,5 миллиона каждый? Пойдёт? В иностранной валюте? Мы работаем только с ней. И на аукционе. Точку. Мы отдадим бриллиант этой рукой. А деньги возьмём другой. Нет, я полностью вам доверяю. Если вы дадите мне чек любого международного банка, то это сойдёт. Чек иностранного банка будет у тебя в кармане. Я напишу сумму. Идёт? Хорошо. Здравствуйте. Могу я поговорить со святым Хари Моханом? Это тебе. Это должна быть Жень. Пожалуйста, спросите её, что случилось. Святой спрашивает, что случилось. И я хочу поговорить с ним о новом храме. А на насчёт репетиции песнопений на освящение нового храма? Да, Джейн, действуй. Всё готово для ограбления храма? Мы вместе. Алло. Могу я взять с вас честное мужское слово? Да, я обещаю тебе. Я буду одет чёрной пальто и чёрную кепку. Я понял. У меня будут чёрные усы и борода. И лист бетеля во рту. На аукционе я буду зарегистрирован под номером 3. Начнём наш торг с 10 миллионов. Кто готов отдать за него такую сумму? Что вы говорите, сэр? 10 миллионов для этого бриллианта – ничто. Мои предки имели хорошую репутацию благодаря этому бриллианту, бесценному сокровищу. Я установлю такую цену, что мировые коллекционеры и ювелиры будут изумлены цифрами. Но сначала я хочу проверить, настоящий ли это бриллиант или подделка. Принесите бриллиант сюда. Брат Дилавар. Сэр. Ух ты. Он сияет словно бриллиант Кохенора. О нём буду долго вспоминать. Не задерживайте торг. Миллион пятьдесят. Миллион семьдесят пять. Может быть, вы благородных кровей. Но я король не меньше вашего. Именно поэтому этот бриллиант отправится к моей жене. Два миллиона двести пятьдесят тысяч. Два с половиной миллиона. Брат Дилавар, сколько уже на моём счету? Уже два миллиона. А средства пока ещё не полностью переведены из-за границы. Кто-нибудь готов дать больше? Это значит, что пока моей жене не суждено обладать этим камнем. Мы так надеялись на вас. Может, закончим торг? У вас не меньше, чем у меня. Кто-нибудь поспорит? С двумя с половинами миллионами. Раз. Два с половиной миллиона. Два. Два с половиной миллиона. Три. Все оставайтесь на своих местах. Мы проверим каждого. Среди вас в этом зале находятся настоящие преступники. Стойте никому не двигаться! Простите за причинённые неудобства, но мы проверим и вас тоже. Я Бхагавант. Уполномоченный Бхагавант. А я деловар. Недавно вы были на моём дне рождения. Я прибыл с высокой персоной. Я его финансовый совет. Я хочу выполнить свой долг, господа. Вы хотите примерить тюремное деяние прямо сейчас или в тюрьме? Сэр, Бриллиант. Ну как это возможно? Другой Бриллиант здесь. Это проделки главаря Ринго. Ринго? Этот высокий гость исчез отсюда. Чек Международного банка в его кармане. И ещё один. Другого Международного банка в его кармане. Это его проделки. Слуга приветствует Бхагавана. Я обещал, что Бриллиант будет в твоём кармане, а я останусь с тобой до конца. Твой конец здесь. Вечером ты не сможешь помолиться в новом храме, мне будет грустно. Но я смирился, потому что записал голоса, и каждое слово будет эхом отдаваться в моём сердце. Чтобы не забыть тебя. Ублюдок, предатель. Главарь Ринго. Святой. Он хочет заводить семьи. Обманывает всех, пряча за одеждой святого. Мы позабудемся о нём. Но сначала займёмся вами двумя. Вы двое. Отправитесь со мной в участок. Я докажу вам. Мы не мошенники, а ходи. Вот настоящий негодяй. Посмотрите. Никто не должен убежать. Хватайте. Я чувствовала, что когда Лалу отвёл тебя в Хагаванду, над тобой нависла опасность, и я... Я сидела, скрестив пальцы, чтобы никто не смог навредить тебе. Но как ты можешь покуситься на Господа? На чьих коленях покоишься с миром? Чьё благословение освещает твой путь? Ограбить его — большой грех. Но чтобы успокоить его, мы должны сделать что-то такое, что не будет греховным. Посмотрим, какой совет на этот раз спасёт тебя. Ограбить его. Если бы что-нибудь случилось, я умерла бы. Бери, Ракшак и Илья Дюкрасна, киеве турне. У них спросило, что даже сама смерть не посмела приблизиться. Мы это приводим там. Мама, он не Харим Мохан с вами. Не останавливай меня, я обещала. Он вор, мошенник. Я не верю этому. Мама, это из-за него Сима не со мной. Из-за него полиция схватила папу, и он стоит там в наручниках. Я не знаю, чему верить, а чему нет. Я не знаю, чему верить, а чему нет. Но я сын своего отца. И не допущу, чтобы кто-то запятнал его честь. Я отомщу ему. Он за все ответит. Мне нужна твоя помощь. Как его зовут? Хари. Хари? Ты самый старый и самый надежный человек. Я доверяю тебе. Он предал не только меня. Он срубил дерево, которое кормило его. Прежде чем он доберется до корней, или полиция заберет нас, убей его. Я позабочусь о полиции. Где он? Этот ублюдок собирается ограбить храм. Этот негодяй будет освещать его сегодня. Он не сделает этого. Я сказал ему держаться подальше от храма божьего. И от его последователей. КОНЕЦ КОНЕЦ А он пришел! Он пришел! Приветствую святого Хари Мохана! Не приветствуйте меня. Приветствуйте его. Приветствуйте людей. Здоровья вам всем. Полиция повсюду, на каждом углу. Похоже, что... Вся полиция святой собралась внутрь храма. И ты здесь. Ты видишь колокольню? Как только с вами ее достигнет, прояви себя и громко звони в колокол. Раздастся громкий звон колокола, а я спрячусь на дереве между листвой. Я буду смотреть в свой телескоп, и никто никогда не узнает. Откуда был произведен выстрел? А кому ты собираешься отдать Божье место? Попросите его показать лицензию для начала. Святое место предназначено только для Бога. Никто не имеет права на его землю. Я его преемник на земле. Мои документы... Открытая книга. А мы хотим взглянуть на нее. Здесь две страницы. На одной святой, а на другой разбойник. Я же говорил вам, это он украл ожерелье этой американки. Просто докажи, что это не ты. Он прав, это я. Сначала я украл ожерелье. А потом вернул его. Тому, на ком оно... Смотрится великолепно. Я хотел преобразить это грязное сообщество. Украсть его. Очистить его. Оживить его. Придать красоту. Дриллиант. Я хотел, чтобы тьма испарилась и засиял свет. Таким образом, я хотел сорвать маску лжи с могущественных людей. Хотел открыть им настоящую реальность, без криминала. Вы, как никто другой, знаете, что их настоящее место за решеткой или на виселице. Провести людей нелегко. Спроси его, в каких он отношениях с этой американкой, которая теперь прислуживает ему в его обители. Называть спутника жизни слугой, очень большой грехом. Мы связаны любовными отношениями. И самое время сказать, что Джейн, Джанки, готова многим пожертвовать. Она всегда готова творить добро. И этот храм, где все мы, собрались, она подарила. Этот храм. Людям. Слава святому Хари Мохану! Скажи, что это не она дала жизнь твоему ребенку. Скажи, что ее тело не принадлежит тебе. Дать жизни ребенку — это не грех. Но играть в любовь и предать наивную девушку, сделав ей ребенка, и не жениться на ней — это грех. Симон, ты стоишь в храме. Не бойся открыть правду. Открой правду всему миру. Что происходит с тобой? Ты влюблена в Суреша? Да. Тогда почему ты грустишь? Я жду от него ребенка и... Хочу оставить его. Даже если он меня не примет. Вы хотите упрекнуть эту девушку? Нет. Всех наивных девушек... Которые также страдают без помощи. Нет. 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 Правильно ли это, если она даст жизнь этому ребенку, и при живом отце ребенок будет жить без отца, а она без мужа? Неправильно. Позор ему. Позор. 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 Святой, самое время, чтобы люди услышали ваше благословенное пение? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА а 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 и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok